Мяч в воротах, адреналин в крови. И у болельщика, и, конечно, у спортсмена. Адреналин – жизненно важный гормон. Вырабатывают его надпочечники. Это очень маленький орган, он весит всего 5-7 грамм, но участвует во всех реакциях на стресс организма. И, в общем-то, зачастую спасает человеку жизнь. Вот такой ампулы более чем достаточно, чтобы оживить человека при остановке сердца. Острых приступах аллергии или бронхиальной астмы. Действует мгновенно и характеризуется тем, что очень быстро оно распадается. Уходит его период полураспада 10-30 секунд. Примерно в тысячу раз меньше. Один микрограмм выделяется адреналина при стрессе. Но и этого хватает, чтобы подскочили пульс и давление. Анна ради острых ощущений каждую неделю приходит на картинг. Я вообще люблю спорт. Я занимаюсь ноубордом, коньками. Но, наверное, такого драйва нет нигде. Есть ли польза от таких кратковременных адреналиновых выбросов? Есть, уверены врачи. Организм мобилизуется. Все метаболические процессы в нашем организме, все химические процессы в нашем организме протекают в усиленном режиме. Они не накапливаются. Они тратятся, если просто объяснять, они тратятся то, что было накоплено. А вот усиливают выброс адреналина в кровь спор и соперничество. Мы провели эксперимент. Пригласили друга Анны, Виктора. Измерили спортсменам пульс. Теперь заезд на скорость. Кто придет первым к финишу? Победил Виктор. Мы снова измерили пульс. У мужчины он подскочил почти на 40 единиц. Продолжение эксперимента в спортбаре за просмотром футбольного матча. Анна и Виктор поспорили, кто выиграет в четвертьфинале. Бельгия или Аргентина? Аргентина. Угадавшему достанется вот эта кепка. В этом споре победила Анна. Что удивительно, у победительницы теперь и пульс выше. Так что, болея у телевизора, спорьте. Так и веселее, и полезнее. Екатерина Локоткова, Дарья Мишина, Дмитрий Лихачев, Константин Стручков. Первый канал. Субтитры подогнал «Симон»